Продолжение следует... Сергей Яковлевич Аземша, прокурор Гомельской области, старший советник юстиции. Родился в 1974 году в Речице. Окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, аспирантуру Белгосуниверситета. Трудовую деятельность начал в качестве следователя прокуратуры Центрального района Гомеля. Работал в Министерстве юстиции Республики Беларусь. В 2000 году занял должность следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. Затем возглавлял отделы Генеральной прокуратуры. В 2009 году назначен на должность первого заместителя, а в 2012 прокурора Гомельской области. Имеет государственную награду медаль за бездокорную службу третьей степени. На вопросы, которые касаются деятельности прокуратуры Гомельской области, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Сергей Яковлевич. Я рада вас видеть у нас в гостях. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, телезрители. Я поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником. Спасибо большое. Так уж сложилось, что большинством граждан прокуратура воспринимается исключительно как карательный орган. Считается, что прокуроры нацелены исключительно на обвинения и на осуждения. А можно ли рассчитывать найти понимание и поддержку в прокуратуре? Безусловно, тот стереотип, который сложился о деятельности прокурора, он не всем соответствует реальному положению вещей. Потому что поддержание государственного обвинения – это всего лишь одна из функций прокуратуры. И далеко не основная. Прежде всего, среди задач, которые решает прокуратура, это обеспечение верховенства права, обеспечение законности и правопорядка, защиты прав и законных интересов граждан, организаций, государственных и общественных интересов. Кроме того, мы обеспечиваем законность досудебного производства, отвечаем за исполнение законодательства при исполнении наказаний, при проведении оперативно-розыскной деятельности, выполняем функции координации борьбы с преступностью и коррупцией органов, осуществляющих и участвующих в этой деятельности. Поэтому, как видите, функций достаточно много. Я надеюсь, что мы обо всех и успеем сегодня поговорить. Сергей Яковлевич, а вне своей профессиональной деятельности и без прокурорского мундира вы строго относитесь к людям? Что не принимаете и не готовы понять? Я бы не сказал, что я строго отношусь к людям, тем более, что для меня не пустые слова. Не суди, да не судим будешь. И, в общем-то, эта установка не имеет никакого отношения к моей профессиональной деятельности. Это, скорее, жизненный взгляд. Вот, чего я не приемлю, я бы, наверное, отметил среди качеств людей, которые мне не симпатичны, это люди, которые поступают в отношении других людей несправедливо. И все, что с этим связано. Все, что связано с проявлением несправедливости в отношении людей. Ну и именно, наверное, каждый день в вашей работе вам приходится с такими ситуациями так или иначе сталкиваться. И так или иначе эту справедливость восстанавливать. Скажите, пожалуйста, насколько успешно сегодня задачи, стоящие перед прокуратурой, удается решать прокуратуре нашей области? Сложно оценивать собственную деятельность, деятельность организации, которую я возглавляю. Но, опираясь на объективные показатели, статистически, на мнение общественности, на отзывы тех людей, которые обращаются в прокуратуру, я думаю, что мы удовлетворительно выполняем поставленные перед нами задачи. И, в общем-то, на сегодняшний день показатели, допустим, характеризующие правопорядок, говорят о том, что у нас в области можно жить спокойно. И механизмы, защищающие права и законные интересы граждан, они вполне работают, вполне успешно работают. Об основных направлениях работы прокуратуры пойдет речь далее в нашем сюжете. Внимание на экран. И от внешних факторов – борьба с пьянством и алкоголизмом. Все это – сфера интересов сотрудников отдела по надзору за исполнением законодательства. Среди недавних проверок – мониторинг выполнения решения облсполкома об ограничении времени продажи спиртных напитков. В ходе этой акции местным исполнительным и распорядительным органам было поручено на территории соответствующих районов запретить продажу алкогольных напитков в всех видах слабоалкогольных, крепких, алкогольных, да, период с 22 часов до 9 часов утра следующих суток, опять же, повторюсь, до 1 июля. Так, анализ выполнения этого распоряжения на местах показал, что некоторые райисполкомы, скажем так, это слукавили. То есть, либо они сужали вот этот временной промежуток, то есть, например, запрещена была торговля не с 22 до 9, а с 22 до 8, либо разрешали продажу алкогольных напитков свыше одной базовой величины, либо разрешали продажу алкогольных напитков с этиловой процентной долей алкоголя свыше 7%. То есть, не все районы в полном объеме выполняли указания губернатора. Прокурором области на планерном совещании, так называемом, малом исполкоме, в ход этого указания был озвучен. Еще одно направление деятельности сотрудников отдела по надзору за исполнением законодательства – экономическая безопасность государства. Особое внимание предприятиям, имеющим дебиторскую задолженность. Здесь также есть над чем поработать. В первую очередь, интересуют вопросы просроченной внешней задолженности, то есть, за поставку товаров за пределы Республики Беларусь. В прошлом году органами прокуратуры в экономические суды области Республики и также, скажем так, сопредельных государств прокурорами направлено свыше 570 исков и заявлений в порядке приказного производства на сумму свыше 400 миллиардов рублей, свыше 150 миллионов рублей Российской Федерации, 150 тысяч долларов. Могу сказать, что реально взысканная сумма по нашим искам составила свыше 90 миллиардов рублей. Это один из лучших или, наверняка, даже лучших показателей в Республике. На очередном заседании областного координационного совета вопрос не менее актуальный, чем хронические неплатежи – коррупция и злоупотребление служебным положением. К сожалению, пока говорить об искоренении этих явлений не приходится. Среди наиболее резонансных дел этого года – задержание сотрудника одного из банков, который совершил хищение – 56 тысяч долларов. Еще один задержанный ранее трудился в строительной сфере. В сфере строительства также был пример. В текущем году постановлен обвинительный приговор в отношении одного из руководителей структурных подразделений строительной организации. Обвинялся он в получении взятки. Также дело рассмотрено. Вынесен приговор обвинительный. Он приговорен, если не ошибаюсь, к пяти годам лишения свободы. Сумма взятки, с которой он был пойман, составляла 3 тысячи долларов. При этом он каждый месяц, как установило следствие, получал незаконные вознаграждения в размере от тысячи до полутора тысяч долларов. В прокуратуре Гомельской области не скрывают. Сегодня среди основных задач не только контроль, но и тесное взаимодействие с другими правоохранительными структурами. В том числе с Следственным комитетом. Совместными усилиями необходимо исключить любую ошибку, в результате которой может пострадать невиновный. При этом, чем более значительно дело, тем больше ему внимания со стороны прокуратуры. Может быть в ходе расследования по делу по уголовному есть какая-то незначительная ошибка, которую можно незамедлительно устранить. Это не препятствует, не говорит о том, что нарушены права и законные интересы гражданина, участников уголовного процесса. Есть более серьезные ошибки, которые связаны, например, с необоснованным привлечением граждан к уголовной ответственности. Когда в итоге, например, суд постановил оправдательный приговор. Мы в данной ситуации можем сказать, что на стадии уголовного процесса данное лицо необоснованно было привлечено к уголовной ответственности. Я могу сказать так. Количество таких ошибок уменьшилось существенно в последнее время. По сравнению с работой в прошлые годы, то есть если у нас было в 2011 году условно 20 оправдательных приговоров за год, на сегодняшний день у нас один. Ну то есть, скажем так, прогресс позитивный, очень существенный в этом. Впрочем, о необходимости повышения профессионального уровня своих работников в прокуратуре Гомельской области помнят также, особенно на районном уровне. Потому что не секрет, что у нас большинство сейчас на районах это молодые сотрудники, которые год-два-три работают. Естественно, что это и путем проведения каких-то учебно-методических семинаров, путем проведения в отношениях производственной практики и так далее. То есть, все направлено на то, чтобы минимизировать возможное количество ошибок, с тем, чтобы каждый виновный получил заслуженное наказание, ну и, естественно, соблюдение всех принципов уголовной ответственности. Факт, который в прокуратуре Гомельской области считают немалым достижением. В этом году, наконец-то, удалось стабилизировать ситуацию с незаконным оборотом наркотиков. Правда, при этом преступность среди несовершеннолетних по сравнению с аналогичным периодом прошлого года все равно возросла почти на 14%. А это значит, что необходимо больше и эффективнее заниматься детьми и подростками, причем на всех уровнях, от семьи до школы, используя в том числе и работу через интернет. Впрочем, и от проверенных методов отказываться никто не собирается. Особое внимание уделяется обеспечению трудовой занятости, для того, чтобы молодежь могла не только отдыхать, но и могла в летнее время что-то изработать. Вот мы выезжали буквально на прошлую неделю в Реческий район, изучали эту ситуацию, как обстоит дело с занятостью. Особое внимание уделяется занятости детей, которые имеют какие-то проблемы с поведением или воспитываются в семье неблополучных. Вы смотрите диалог. У нас в гостях прокурор Гомельской области Сергей Яковлевич Аземша. Сергей Яковлевич, сюжет получился достаточно обширный. Удалось ли нашим корреспондентам достоверно отразить все направления работы прокуратуры Гомельской области? В какой-то степени да, но я не хотел бы обижать другие направления нашей работы, которые представлены соответствующими службами областной прокуратуры и которыми занимаются работники в районных прокуратурах. Поэтому хочу сказать, что многое еще осталось неосвященным. О борьбе с коррупцией, как об одном из важнейших направлений деятельности, предлагаю поговорить далее. Это не только взятки, как, наверное, полагают просто многие граждане, простые обыватели. Это еще и хищение путем превышения служебных полномочий. Как Вы оцениваете состояние работы в нашей области по пресечению таких коррупционных проявлений? Прокуратура является органом, координирующим борьбу с коррупцией. И мы изучаем все аспекты в этом направлении деятельности государственных органов, общественности, всех заинтересованных субъектов. Одно из них – это пресечение коррупционных преступлений, коррупционных правонарушений. Если говорить о преступности, то у нас достаточно значимые цифры, характеризующие большое количество выявляемых коррупционных преступлений. Даже я не побоюсь сказать, что самое значимое среди регионов республики. Это традиционно уже на протяжении, скажем, 10 лет. А как трактуются эти данные? Вот об этом и хотел сказать. Вы знаете, я не думаю, что это только показатель распространенности коррупции. И надеюсь, что и не столько даже об этом они говорят. Мне кажется, что у нас в области и те обращения, которые поступают к нам, они свидетельствуют. Сформирована определенная среда, которая говорит о неприятии обществом этого явления. Очень много поступает сигналов, очень много заявлений, сообщений, в которых люди усматривают коррупционные проявления. Это не всегда подтверждается. Но, тем не менее, мы всегда обращаем на них внимание, ориентируемся. Планируем свои проверки, планируем мероприятия по выявлению коррупционных преступлений, исходя из этой информации. Что, собственно говоря, и дает мне основания делать такие выводы. Но, говоря о коррупционных проявлениях, мы достаточно серьезно спрашиваем, когда выявляем факты, свидетельствующие о создании условий предпосылок для коррупции. Что является таким условием? Это совершенно разные нарушения. В законодательстве о борьбе с коррупцией прописаны детально правонарушения, создающие условия для коррупции. Коррупционное правонарушение, такие понятия есть. Прежде всего, речь идет, конечно, об ограничениях, налагаемых на государственные должностные лица, которые направлены на то, чтобы со стороны таких лиц не допускалось проявлений коррупционного поведения. Прокурорские проверки очень результативны у нас в этом направлении. И достаточно сказать, наверное, что в текущем году мы в результате проверок привлекли не одну сотню должностных лиц за нарушение антикоррупционного законодательства. И, наверное, как крайняя форма реагирования на коррупционные формы поведения должностных лиц, мы возбудили около 40 уголовных дел. Почему около? Потому что пока цифра примерная, за полугодие будут более точные цифры. Но около 40 уголовных дел мы на сегодняшний день возбудили в связи с выявленными фактами коррупции. Можно ли прогнозировать снижение подобных фактов в Голловской области? Сложно делать прогнозы, тем более, что коррупция латентное явление. И надо помнить, что ни одна страна мира это явление, к сожалению, не победила. Потому что где-то его природа происходит из человеческой жадности, где-то из желания возвыситься над другими людьми. То есть, я думаю, что коррупция, к сожалению, это та проблема, которая будет сопутствовать всей истории человечества, пока будут существовать и, скажем, темные стороны личности человека. Но минимизировать это явление, создать некомфортные условия для его культивации, это задача у нас в обществе, у нас в государстве вполне успешно решается. И, наверное, будет правильным сказать, что люди имеют возможность сегодня совершенно без поправки на какие-то коррупционные явления реализовывать свои права и интересы именно благодаря тем механизмам, законодательным механизмам, которые у нас в государстве сформировались. Это и есть главный итог деятельности. Это возможности, о которой вы говорите. Все мы, законопослушные граждане, с большим, конечно же, неуважением относимся к любым проявлениям нарушения общественного порядка, не говоря уже о совершаемых преступлениях. Как бы вы охарактеризовали криминогенную ситуацию в нашем регионе? Есть ли у нее особенности, на ваш взгляд? Криминогенная ситуация по итогам работы за пять месяцев, в общем-то, достаточно стабильная. У нас незначительно выросло количество краж, совершенных в области, но необходимо помнить, что за последние десять лет мы количество краж сократили вдвое. И я вас могу заверить в том, что это действительно результат профилактических мер, которые были приняты у нас в области всеми заинтересованными субъектами профилактики, таких назовем, как их называют законодательства о профилактической работе. В текущем году отмечается снижение количества убийств, собственно говоря, как и в предыдущие годы. И за пять месяцев у нас совершено 29 убийств, в прошлом году в этот же промежуток времени 35. Тяжкие телесные повреждения сократились с 62 до 48. И, в общем-то, тяжкие, особо тяжкие преступления по линии работы уголовного розыска у нас сократились в целом на 17%. Это, в общем-то, самый лучший результат в республике. Поэтому я думаю, что в целом органы правопорядка обеспечивают задачи, которые перед ними стоят. Сергей Яковлевич, а что касается раскрываемости преступлений, то каков этот показатель в нашей области? У нас в текущем году нет ни одного нераскрытого убийства, тяжкого телесного повреждения. У нас нет ни одного нераскрытого разбоя. И в целом по раскрываемости преступлений, скажу так, что 73% преступлений у нас раскрывается. Еще раз повторюсь, что лица, которые, скажем, нацелены на крайние формы противоправного поведения в виде совершения убийств, тяжких телесных повреждений, в принципе, основываясь на статистике прошлых лет и текущего года, практически шансов не установленными остаться не имеют. Это показатель 73, если не ошибаюсь, процентов. Да, конечно. Это считается высоким? Да, это выше среднереспубликанского показателя. В среднем по республике 67% раскрывается преступление. У нас 73%. В принципе, надо сказать спасибо за это, прежде всего, тем работникам милиции, которые вовлечены в процесс раскрытия преступлений, а также работникам Следственного комитета. Спасибо. Есть у нас звонок, подсказывает мне. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос в эфире. Скажите, пожалуйста, мой муж осужденный в том году, то есть я 47-я, часть 1-я. У нас был иск 30 миллионов, мы его погасили. И попадет ли мой муж под амнистию? Спасибо. Вы знаете, я не могу вам сейчас об этом уверенно сказать, потому что вопросы применения амнистии обусловлены рядом еще условий. Поэтому, если вы оставите свои... Ну, или вы можете, в общем-то, обратиться ко мне на прием, и я вам разъясню. Либо оставьте свои координаты оператору, и мы с вами свяжемся, более подробно поговорим об этом. Является ли прокуратура действенным и доступным инструментом защиты нарушенных прав? Доверяют ли граждане прокуратуре? Давайте выслушаем мнение наших зрителей. Конечно, доверяю. Ну, как это, почему? Ну, они же с нами работают, помогают нам. Прокуратура ведет расследование, наблюдает за соблюдением законности. Так что, я думаю, что в нашем обществе особых нарушений здесь, в этом плане, не наблюдается. Я даже не могу сказать, я не обращался никогда. Ну, вообще-то, если так подумать, то прокуратура, скорее всего, я бы доверяла. Потому что, во-первых, прокуратура у нас, как бы, отдельно от органов внутренних дел, от министерства. И, естественно, даже если на кого-то пожаловаться, то я думаю, что прокуратура возьмет действие. Не особо доверяю. Ну, так пришлось в жизни просто столкнуться. Было, как и связано с милицией, и, соответственно, и с прокуратурой. И просто не было результата, который хотелось бы увидеть. Будем говорить так. Справедливо. А, честно сказать, вообще никакого. Слухами земля полнится. И если бы были бы и факты, и так далее, большие факты, обману, коррупцию и так далее, оно бы очень быстро в народе это дело бы проговаривалось. А так, нету. Знаете, ни разу не приходилось сталкиваться, поэтому, честно говоря, даже не могу сказать. Ну, да, в принципе, доверяю. По-моему, нормально все. То есть, если бы нужно было, вы бы к ним обратились? Естественно. И в милицию, и в прокуратуру, да. Ну, я никогда не сталкивался с ним, в общем-то. Ну, я думаю, что надо верять. Это наша защита, наших прав. Сергей Яковлевич, я знаю, что по данным мониторинга, проведенного информационно-аналитическим центром при администрации президента Республики Беларусь, уровень доверия населения прокуратуре наиболее высок именно в Гомельской области. С чем вы это связываете? Хотелось бы связываться, конечно, с тем, что прокуроры таким образом работают, что у наших граждан остается позитивно мне. Хотя, объективно, я прекрасно понимаю, что не всегда люди, обращающиеся в прокуратуру, могут быть довольны. Ну, я думаю, не всегда довольны позициями гособвинителей лица, сидящие на скамье подсудимых. Естественно, это тоже вызовет какое-то недовольство. Поэтому я совершенно спокойно отношусь к тому, что среди людей, мы вот видели результаты опроса людей на улице, не все останутся довольны. Хотя, в общем-то, конечно, работа с гражданами и работа на упреждение права нарушений, на упреждение нарушений прав и законных интересов граждан, это, ну, вы знаете, то, наверное, главное содержание деятельности прокурора, которое, ну, естественно, характеризует его работу. А с чем сегодня приходят граждане в прокуратуру? С какими вопросами? Вы знаете, самые разные вопросы. Вопросы, не относящиеся к компетенции прокуратуры, тоже очень часто встречаются. Большая часть жалоб связана с деятельностью решениями органов дознания, органов предварительного расследования. Такие жалобы, как правило, поступают со стороны тех лиц, которые вовлечены в уголовный процесс. Ну, а если говорить о жалобах на деятельность органов государственной власти, то, прежде всего, жалобы касаются земельных вопросов, касающихся вопросов деятельности шлячно-коммунального хозяйства, принятых решений органами исполнительной власти. То есть вот с такими вопросами, самыми разными. И как показывает практика, насколько обоснованы подобные жалобы? Вы знаете, я опять-таки обращусь к статистике. Мне приятно наблюдать, что количество жалоб в целом у нас по итогам за пять месяцев сократилось на 23%. То есть поводов, наверное, меньше стало. Количество удовлетворенных жалоб в результате рассмотрения прокурорами у нас, скажем, это 14%. Дорогие друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему диалогу. 777-68-45, номер телефона прямого эфира. Вы смотрите «Диалог», и мы принимаем в студию прямого эфира очередной телефонный звонок. Здравствуйте, мы готовы вас выслушать. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, Сергей Яковлевич, вас беспокоит Болоткина Ольга Андреевна. У меня вопрос такой, как можно попасть к вам на прием? Никаких проблем, я принимаю дважды в месяц. Запишитесь, пожалуйста. Не записывают ваши замы. Я уже была у Сущевской или Сущинской, фамилии точно не помню. Он мое заявление перебросил на городскую прокуратуру. Городская прокуратура моим вопросом занималась целый год. Но ответ, который они прислали, вы знаете, что это безобразие, это грубейшее нарушение законодательства. А к вам меня не записывают. Сказали, что нужно еще идти к Сущинскому или Сущевскому. Давайте я вам, значит, ну, коль вы позвонили, у нас уже состоялась личная беседа, то я думаю, что сейчас человек, который принимает звонок, запишет вас на ближайшее время. Ну, а в целом я хотел бы телезрителям, наверное, сказать, что и вам, что вообще у нас порядок такой в прокуратуре существует. Первоначально человек обращается с жалобой в прокуратуру района либо в городскую прокуратуру города Гомеля. В случае, если его не удовлетворяет результат рассмотрения его обращения, то затем рассматривают мои заместители и уже потом записывают на прием ко мне. Поэтому, скорее всего, вас и адресовали к заместителю на личный прием. Но это не значит, что у нас с вами невозможна встреча. Даже возможно, что вопросы, которые у вас имеются, были бы разрешены на уровне заместителя. Ну, коль уже позвонили, то я думаю, что никаких сложностей мы по беседе начнем. Спасибо, Сергей Яковлевич. Продолжаем наш разговор о направлениях деятельности прокуратуры Гомельской области. Одно из таких, конечно, очень важных направлений – это надзор за законодательством о несовершеннолетних. Дети – наиболее незащищенная часть нашего общества. Расскажите, пожалуйста, как строится в нашей стране работа по защите их прав? Какая роль в этой работе отводится прокуратуре? Прокуратура анализирует за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи. И, собственно говоря, вы знаете, это очень важное направление для нас работы. Достаточно сказать, что каждая пятая проверка, и в силу массива тех проверок, которые мы проводим, каждая пятая проверка касается именно исполнения законодательства о несовершеннолетних. Почему? Потому что, конечно, это наиболее уязвимая, как вы сказали, часть нашего населения. И самое главное, что самостоятельно порой они не могут отстаивать свои права. Особенно речь идет, конечно, о детях, находящихся в социально опасном положении. Дети – сироты. У нас таких в области около 4,5 тысячи человек. Что касается системы работы, у нас существует, сформирована и отлаженно действует система работы с несовершеннолетними. Прежде всего, конечно, это органы образования. Органы образования, инспекции по делам несовершеннолетних, органы внутренних дел, работают с более трудной категорией подростков, которые склонны к совершению правонарушений, ну а координируют всю эту деятельность комиссии по делам несовершеннолетних. А вообще, в той или иной степени, я вам скажу, что очень и очень много субъектов работы с молодежью, несовершеннолетними. И общественная организация, волонтерские движения. Очень широко представлено в этой работе учебное заведение. Поэтому, ну, эта тема бесконечная, я думаю, что... Тема очень широкая, на самом деле, да. Но как вы оцениваете взаимодействие всех вовлеченных в эту работу служеб и с координированностью их действий на сегодняшний момент? Удалось выстроить такую эффективно работающую систему, на ваш взгляд? Я думаю, что да, у нас есть неплохие результаты. И я вам скажу, что... Как результат, я вам скажу, для меня очень важно то, что 77% детей-сирот у нас воспитываются в семьях. Для меня очень важно то, что преступность детская несовершеннолетняя, несмотря на некоторое увеличение к прошлому году, но тем не менее она носит, ну, скажем, имеет определенные позитивные тенденции. Выдельный вес несовершеннолетних преступников у нас ниже, чем в среднем по республике. Для меня очень важно то, что сохранность, обеспечение сохранности жизни и здоровья несовершеннолетних детей. Хотя на самом деле очень-очень много проблем, и связаны они с... В том числе и 17 тысяч несовершеннолетних ежегодно у нас обращаются за медицинской помощью в связи с травмированием. Ну, тоже, мне кажется, пока существуют люди, пока есть общество, пока есть дети, пока у детей есть проблемы с родителями, пока они переходят через какие-то тяжелые возрастные этапы, это будет, это всегда будет. И с этим придется работать и как-то возвращать детей на хороший путь, на нормальный. У нас есть вопрос от телезрителя, это ожидается. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Я хотела бы сказать слова благодарности как раз вот к той теме, о которой вы говорите. Так случилось, что, говорят, не зарекайте, волею судеб произошел инцидент между моим молодым сыном и еще одним парнем. И когда дело поступило на рассмотрение в уголовное расследование, то работники железнодорожного райотдела и работники прокуратуры проявили необыкновенную чуткость, внимательность и не стали доводить дело до уголовного расследования, потому что парни у нас, в общем-то, благополучные, их замерили и при помощи извинений, которые опубликованы были в прессе, таким образом находят решение и компромиссы в таких вот, во всяких случаях возникающих ситуациях, которые, может быть, и не являются уголовными по сути своей, но являются конфликтными. И за это я хочу сказать большую благодарность и низкий поклон. И хотелось бы, чтобы такой возможности у прокуратуры и у следователей было больше, потому что это возраст, который провоцирует их на такого рода поступки, и многие из них не знают, к чему это приводит. Поэтому низкий поклон и человеческая благодарность всему вашему коллективу за то, что есть вот такие возможности. Спасибо. Спасибо большое, очень приятный звонок. Спасибо. Вы знаете, это, в общем-то, наверное, тренд. При имеющейся возможности в рамках закона разрешить любую, в том числе и конфликтную ситуацию, в пользу человека, конечно, прокуроры настроены на то, чтобы решать это таким образом. Спасибо большое, что вы позвонили. Если такие сигналы есть, очень приятно. К сожалению, не часто приходится слово «благодарность» слышать, очень приятно. Есть еще одна очень важная проблема современности, которую часто упоминают именно в связи с несовершеннолетними и с молодежью. Это распространение наркотических средств. В последнее время мы все чаще слышим о спайсах и слышим именно в связи с их последствиями, их употребления, которые могут быть действительно ужасающими. Мы все из прессы это знаем, все это видели. На Ваш взгляд, есть ли какие-то видимые успехи, подвижки в решении вопроса распространения этих наркотических средств, особенно в молодежной среде? Сложный вопрос, потому что, к сожалению, эта лавинообразно надвигающаяся проблема распространения спайсов, она актуальна. И сейчас более половины изымаемых наркотических средств как раз-таки это спайс. Хочу сказать, что вот за то время, когда эта проблема возникла, по сути дела это буквально там может быть каких-то пару лет, сделано очень много как на государственном уровне, и в обществе широко обсуждалось, и я думаю, что телезрители знают, принят президентом декрет номер 6, который здорово продвинул наше законодательство в сторону облегчения борьбы с распространением наркотиками. И очень многое сделано уже правоохранительными органами для того, чтобы перестроить свою деятельность, скажем так, при норовившись к тем угрозам, вызовам, которые несут с собой формы работы наркоторговцев. Прежде всего, конечно, я имею в виду интернет-сферу. Я думаю, что в ближайшее время мы постараемся минимизировать эту проблему. Хотя я вам скажу, что без широкого участия общественности, прежде всего, родительской общественности, без широкого участия всего населения, очень сложно будет решить ее. И как раз-таки небезразличные отношения людей, сигналы от них, распространение, допустим, рекламы на местах сбора лиц, употребляющих наркотики, все это, в принципе, является подспорьем и правоохранительным органом в нашей работе. Я думаю, что большой профессиональный успех, когда какую-то ситуацию удается предупредить, а не сталкиваться потом с ее последствиями. Так, если коротко, как вы считаете, на чем должна базироваться профилактическая работа прокуратуры? Профилактическая работа, наверное, не только прокуратуры должна базироваться. Условно я для себя ее так определяю. Первое – это работа непосредственно правоохранительных органов по выявлению, своевременному пресечению преступной деятельности лиц, нарушающих общественный порядок. Второе – это, может быть, ее сложнее посчитать, учесть, но наибольшее значение имеет работа всех государственных органов, общественных организаций, граждан по профилактике правонарушения в виде это и трудоустройства, это и вовлечения в различные виды социально полезной занятости молодежи, лиц, отбывших наказания в местах лишних, либо просто отбывших наказания. Это и культурная массовая работа, это и вовлечение… Ну, одним словом, все, что делается, направлено на то, чтобы, скажем, заняться свободное время людей социально полезной деятельностью. Ну и третье – это, конечно, обеспечение гражданами собственной безопасности, элементарное. У нас больше половины краж совершается из незапертых помещений, из оставленных, значит, в отношении оставленных без присмотра предметов. Поэтому, если элементарное внимание к своей собственности, к своей жизни, не ходить там вечером по темным, малознакомным улицам, ну, совершенно просто, ничего нового я в этом плане не скажу. Профессиональная деятельность прокурора, никто не будет спорить, является очень сложной, очень многосторонней, как мы сегодня могли убедиться. Требуют строжайшего соблюдения норм закона, высочайшей ответственности, дисциплины, знаний. Работники прокуратуры соответствуют этим требованиям? Да, я могу сказать, что работники прокуратуры Гомельской области, на мой взгляд, соответствуют этим критериям. Те, кто не соответствует, в общем-то, мы с ними расстаемся, они у нас в системе не приживаются. И я вам скажу, что основой нашего коллектива все-таки являются люди, преданные своему делу. Это люди, которые пришли не за материальными благами, а люди, которые нуждаются в том, чтобы нести добро, справедливость людям. Что бы вы хотели пожелать вашим коллегам, сотрудникам, в преддверии профессионального праздника? Естественно, я хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия, наверное, понимания близких, терпения с их стороны. Ну и хотелось бы, чтобы наши сотрудники никогда не разочаровались в результатах своей работы. Позвольте присоединиться к вашему пожеланию и поздравлению. Спасибо за то, что сегодня вы пришли к нам, Сергей Яковлевич. Спасибо вам, Ольга. Прокурор Гомельской области Сергей Аземша был сегодня гостем в нашей студии. Спасибо за внимание, за ваши вопросы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»